МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Знайсти работу сегодня у Гомельскими гарвыконками подвели выники реализации мероприемства посаденниче незанятости насельництва. Яны дураць людям тепло и святло. Сёння своё профессийное свято означают энергетики. Ёлка мира и сяброуства. Святочный ранешник пройшоу у 27-й школе Гомеля. Новая у археологии Гомельщины. Выниками навыковых пошуков подялилися у Палаца Румянцевых и Паскевичау. А зараз об этом меньшим больше подробязна. 6,5 тысяч прац у Латкованных, ямаль 2,5 тысяч накерованных наоплошиваемые громадские работы. Сегодня у Гомельским гарвыконками подвели выники реализации мероприемства по саденниче незанятости насельництва. А в том, что сделано, и что пирожка джа и реализации планов. Материал Олега Синцерова. Региональный комплекс мероприемства по реализации державной программы саденничея занятости – документы, различные на период до 2020 года. При его распространстве увеличивались интересы у всех затекавленных блоков от органов державного кирования и наймальников до профсоюзов и объединения инвалидов. Тут все сразумело. Сколько новых працанных мест необходимо створить, сколько накеровать на оплошиваемые громадские работы. Будет первовыполнен план по созданию рабочих мест. Это не может не радовать. Более того, он выполнялся поквартально. То есть стабильно создавались рабочие места. Можно сегодня озвучить смело, что создано 44 рабочих места заработной платы до 5000 рублей. 62 места заработной платы до 3000 рублей. Более 100 мест созданы заработной платы от 1000 до 1500. Это не может не радовать. Как результат, в городе ежемесячно, и ежеквартально постепенно снижался уровень безработных. Например, если на 1 января 2018 года мы имели 0,5%, то сегодня имеем 0,3%. Зарплату до 5000 рублей беспроцовную можно отримать у сферы IT-технологий. На промысловых предприемствах можно заработать клят тысячи рублей. Иншая справа, что квалификация некоторых непроцующих настолько низкая, что максимум, на что и не могут претендовать дворники и грузчик, как максимуме выставить отримание эдукации по запотребованным специальностям. В декабре подготовлены под гарантию трудоустройства это операторы станков с программным управлением для частной компании «Гидросилы Белар». У нас учились водители троллейбуса. Группа закончила в этом году. Именно под гарантию трудоустройства тоже электротранспорт у нас заказывал. В этом году мы сотрудничали с мясокомбинатом. У нас были учащиеся, наши закончили по такой профессии, как обвальщик мяса. Все эти люди практически трудоустроены. И, как я уже сказала, если даже вопросы какие-то возникали, мы старались их решить. Разом с этим на посаджении Гомельского горбоконкама констатуется, некоторые городские предприемцы по разных причинах выполнять потребования законодавства у парта не жадают. Неде звоняючь больше, чем премаючь на працу. Неде у вогули утойвачь информацию об иснуючих вакансиях. Два управления по праце, занятоси и социальной обороне об этом ведают, а тому проводят постоянный мониторинг ситуации на вытворчастях. У этом месяце специалисты городского управления по праце, занятоси и социальной обороне сострелиться с представниками всех городских предприемств мета удокладнить реальную колькость иснуючих вакансий, это дозволить працевалотковать людей в ответственности за их квалификацией и жаданием. Алексей Интеров, Игорь Мариченко, телерада компании «Гомель». Новобранцы войсковой части 55-25 сегодня присягнули на верность родиме. Хурачистый ритуал пройшел на бригадном пляце. В осенний призыв рады подразделения пополнили молодые люди с Брестской, Гродзенской и Гомельской областей. Присягу новобранцы приносили после курса молодого бойца. За этот час они поспели отчуть все тяжкости и радости военной службы. Солдаты с хвалеванием, но уже с военной уповненностью и выправкой вымавляли словы присяги. За врачистым ритуалом назирали командиры, гостя, так само близкие и сябры солдатау. Курс молодого бойца очень насыщен занятиями. И, в принципе, так вот заранее вам никто достоверно не опишет образ воинской жизни, потому что отличий от жизни на гражданке очень много. И особенно, когда ты втягиваешься в этот образ жизни за один месяц, впечатлений, конечно, получается очень много. Все военнослужащие у нас прошли достойно первый период, скажем, обучения на учебном сборе. Нет у нас тех военнослужащих, которые бы дали слабину, все достойно прошли этот период. Надеюсь, что и в дальнейшем они будут уже достойны точно так же выполнять задачи. После принесения присягиного бранца у першиню отправились у звальнення. Своё профессийное свято, День энергетика, отзначают с ты, а кто в прямом сенсе дорыць людям тепло и светло. Для работников этой сферы организовали цудоуны. Концерты, так само, подчас мероприемства, подвяли выники незвычайного творчого конкурсу. Головная задача РУБ Гомелянерга – захование энергетичной безопасности. Да и еврошения сёлята долучили дятей. Специалисты пропоновали усім жадаючим поудельничать у конкурсе малюнка на тему энергетика сёння и завтра. У акции приняли удел хлопчики и девчинки розного взросту з усих районов Гомельщины. Самому маленькому мастаку усяго три годы. А переможцей стала Ксения Палеева, 11-классница 12-й Гомельской школы. Девчина отрымала Гран-Прым. Хочу, во-первых, поздравить днем энергетика, и огромное спасибо за то, что предоставили нам возможность поучаствовать в этом прекрасном конкурсе, где моя дочь Ксения завоевала Гран-При. Огромное спасибо за хорошие подарки, за отличное настроение, которое у нас сегодня появилось днем благодаря прекрасному концерту, прекрасным людям, которые нас здесь встретили. Большое спасибо за возможность поучаствовать в этом конкурсе. Было очень интересно. И я не надеялась на победу, но вот спасибо большое. По инициативе инспекции Министерства по податках и сборах по центральному району Гомеля в области проводится акция «Податки и свята». У Яярамках, у Симжихарам региона, якея меркует займаться оказанием святошных послуг, пропонуется заплатить один и податок. Наши корреспонденты потекавились подробязностями. У податковых инспекциях кажут, что с прощения процедуры регистрации и принятия нормативных актов по самозанятости оказали значный вплыв на повеличение колькости жихара у региона, якея открыли уласные справы. В целом, по Гомельской области, по заявленным принципам, зараз людей працуе у двоя большим год тому. Разом с тым гуляют, по правилах, все не нюсе. Некто тому, что не ведает поведенных нормативных актов, некто свядома. Акция «Податки и свята» закликано нагадать. Закон необходно выконовать. В преддверии новогодних и рождественских праздников традиционному населению возрастает спрос на услуги, связанные с поздравлением, с праздниками, украшением, помещением, приготовлением пищи, парикмахерские, косметические услуги. Без лесной красавицы, Деда Мороза и Снегурочки не обходится практически ни один корпоратив и утренник. Все перечисленные виды деятельности могут осуществляться гражданами без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и самое главное на законных основаниях. Для того, как уплатить один и податок, необходимо прийти в податковую инспекцию и написать заяву. Квитанция, которая будет отримана после уплаты, необходимой суммы и станет им документом, который позволит работать законно. Сталки податка залежат у первой червы от вида деятельности. Самая низкая 20 рублей на реализацию кондитерских выработок, самая высокая 128 рублей на виду с дымки подей. Прыгытом у податковых инспекций храяць не разыковать, а прочатаго уплата один и податку гарантует человеку, что он не трапец успеств не працуют же грамадян. Физические лица, осуществляющие виды деятельности, не требующие регистрации как индивидуальные предприниматели и уплатившие единый налог, считаются занятыми в экономике согласно требовании декрета номер 3. Олег Сентюроу, Олеса Рузянкова, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гумель». Министр по надзвычайных ситуациям Республики Беларуси Владимир Вашченко наведал Гумельский лицей МНС, как повиншовать его наученцам, педагогам и офицерам с надыходящим Новым годом. Такие визиты у подведомостной установы адукации уже стали традиционными. Спочатку гостя ознайомилися с выставой декоративно-прикладной творчасти наученцев лицея. До святой они вырабили разные экологичные ёлки и символы 2019 года. Далее гостя убачили новогоднее представление, мюзикл, операция шлем або иншые пригоды джентльмена удачи. Не глядячи на усе складанности на шляху галунных героев, святочная гистория мае счастливый финал. Галунная не сдаваться при любых обставинах. А юные вратавальники в черговый раз доказали, что они мают не только добрую физичную подрихтовку, але и артистичные таленты. Кожный з них отримал веншаванье и специальные солодкие подарунки от МНС. Каждый год нас удивляют своим творчеством, своими интересными какими-то поделками. Вот мы сейчас прошли, посмотрели. Конечно же, я поздравляю и детишек наших, и всех взрослых, потому что все мы одинаково ждем нового года, ждем каких-то изменений, конечно же, позитивных. Но все зависит от нас. Я уверен, что если мы будем настроены на позитивный лад, все у нас получится, и те задачи, которые стоят перед нами, мы выполним. Ну, а пожелание, конечно же, всем крепчайше здоровья, совершение всех намеченных планов, ну и всегда прекрасное настроение. Программа протягнулась открытым новогодним турниром по волейболе Кубок Дружбы 2018. Новые уражения, эмоции сябрым, елка мира и сябровства прошла в 27-й школе Гомеля. На ЕЕ собрались дети из разных школ Гомеля и в области. На свято приехали гости из Санкт-Петербурга, Смоленска, Курска, Новозыпкова. Усяго больше как 100 человек. Марина Джалая доведалась чем она особливая елка мира. Сябровство детей, сябровство народов. Юные миротворцы из Беларуси и России доказали это снова. На передо дни самого Чаронга свято Нового года они приехали в Гомель на елку миру и сябровство. Свято этап республиканской акции «Наши дети», по какой традицина прямая удел областное отделение Фонду Миру. Наша главная задача именно еще раз расширить и укрепить именно детское сотрудничество, так называемую детскую народную дипломатию, потому что дети – это наше будущее. От того, как мы их именно будем воспитывать в плане согласия, дружбы, взаимопонимания, будет зависеть будущее их последствий. И в целом, конечно, вот эта встреча какой-то маленький клад будете уносить на дружбу между народами России и нами, потому что приедут ребята домой, они же расскажут, что они видели нас в Белоруссии. По мерковании архиепископа Гомельского и Шлобинского Стефана у светлепадейки зараз отбываются у инших краинах, миротворшая деятельность Белорусского Фонду Миру не оценная. Буколит человек живе с повагой до инших, таким чином выконвая Божий заповед – любить ближнего своего. Миротворцы, они как раз тот очаг, который сохраняет мир между людьми и между государствами. И особенно, когда это делают дети. Это должно развиваться в нашем государстве и иметь большой успех. Это вот такое мое мнение и хотелось бы пожелать, чтобы наши дети прикладывали больше усилий для того, чтобы дружба была между всеми народами. Подчас международной ёлки мира и сябровства гости не только назирали за святочным выступлением, но и сами примали у им активный удел. Дарыши для их была подрихтована великая экскурсийная программа, подчас якой делегации наведали Палацево-парковый ансамбль. И, зразумело, усе гости отримали от фонду миру новогодние подарунки. Взрослые должны делать всё, где бы мы не работали, чем бы мы не занимались, во благо мира, защищать мир и чтобы всегда у нас был мир. Передавая это всё детям и проводя вот такие совместные мероприятия, действительно, славянский народ объединяется, корни у нас одинаковые и мы не позволим никому их рубить. А на наступный день активисты Гомельского областного отделения белорусского фонду миру, суместно с педагогами и вушними 27-й школы наведали с новогодними подарунками, фруктами, солодкими подшастунками 11 выхованцев детячего дома семейного типа в центральном районе Гомеля. Марина Джала, Евген Макенко, телерадиокомпания Гомель. На незвучайную святочную программу детей запросили и в Центр инклюзивной культуры. Организаторы пропоновали маленьким гостям принять у делу взаимальным квестом с цикавыми головоломками. В основе сюжета добра вядомая история с Чаукунчика, якого зачароваў мышыны король. Кап да помахчы герой зноу ператварыцца у прынца, деці падялиліся на команды і отправіліся выконваць розные заданні. У кожной шасті локацій іх сустракаў новый герой казкі спропоновай выпрабываць сябе нахудкаць, логіку і кемліваць. Перамога була ў той команды, яка худшай за усіх выконала заданні. У концы программы сюрпрызы і подарунки от Деда Мороза досталися усім. Ми на квестах уже, скажем так, специализируемся, поскольку це не перша пробна партия заход для дітей детских садов, школ. До 12 лет ми рассчитали квест, щоб було интересно от 6 до 12 детям. Они бегають по локациям с персонажами анимированными, які костюміровані, конечно. Каждая локация как фотозона, обустроена не тільки игровым моментом, обучаючим моментом, но і таким территориальним представлением небольшим, поскольку каждый герой із мультфильма «Щелкунчик» у нас присутствують на локаціях. Подобный квест различен і на дятей з порушеннями слыху. Усяго угольні могут принять удел до 100 человек. Займально провести час і окунуться у атмосферу каски так само можна буде 25-го снежня. Такая форма работы з детьми користаються великою популярністю, тому організаторы упевнені, што і в наступному годі протягнуть проводять подобніе тематичне квесты. Створили святочный настрой. Некалькі сотні дедов-морозов, снягурок, а так само інших казачных персонажів прайшлі. Праїшлі па вулиці і надіходжі. Собакі і порося. Завершилася прогулка казачних персонажів для кінотеатра «Мир», де у дельніка очекали конкурсна программа і невеликий концерт. Чувствуюся преддвері праздника. Сьогодні ми наконец поняли, що Новий год все-таки наступить. Радостні велиця усіх. Зважаю, що в прошлом году не поучаствували в цьому мероприятию, всередині собіралися і дуже раді, що попали. Сьогодні у Гоміле почали працювати елочні кірмаші. Яні розгорнулись і в усіх районах міста. Галонай кропкай продажу не тільки новогодніх древ, але і інші святочні атрибутыки стала площа повстання. Усяго у Гоміле відкріто каля 20 елочніх кірмашоў. Ёлкі вишенёй до метра будуть каштаваць от 8 до 9 рублів 30 копеек, от метра до 2 10 12 рублів, от 2 до 3 метра 14 16. У Гомірським державным універсітеті ім'я Франциска Скарыны прайшли мероприємствы прайсвечені святкаванню першої гадавіны з дня открытя тут института Конфуція. У Снежній 2015-го года пачас візіту далігацій ВНУ у китайскую провінцію Цяньсу ад кераўніства Нанкінськага універсітеті навуки і технології паступіла прапанова стварыцю гомірським державу універсітеті институт Конфуція. Праспавгода был подписаны протокол об намерах пасумесным заснованні такой установы паміж Нанкінським універсітетам навуки і технології у сфері адукації і культуры умоцаванню сяброўства і взаєморазумення паміж китайскім і беларускім народамі. Недаўно одна з китайскіх кампаній, якая займаеце пропагандай ввучення мовы, выделіла институту гроші на оснащенні лабораторій. А краме таго за года трымалася наладзіць трывалай адносіны з навуковымі центрамі Китая. Дарэч, вучыць гэтую заміжну мову зараз може литерально кожне. Обучення китайскому языку проводиться для практически всех слоев населения вот нашого города и планируемо даже и в районных центрах. Это школьники, это специалисты, которые работают на промышленных предприятиях и в силу производственной необходимости необходимо неоткрие знання китайскому языка. Ну, и более-менее фундаментальна подготовка китайскому языку. Планируется для студентов филологического факультета. Институт Конфуция ГДУ имя Франциска Скарыны один региональный, еще два находятся у столицы. Про новое у археологии Гомельщины распавяли у Палаца Румянцевых и Паскевичаў. На приканцы года там традицина представляюць выставу знайдзіных артефактов. Супрацовніки музея познайомили гостей с выниками новыковых пошукав и новыми поступленнями у фонды. Проставленные прадметы были знайдзіны пачас раскопок на тэрэториі пауночнага пасада Гомеля ранне середнявечных помнікаў у Лоевскім районе, а таксама выпадковых знаходак Жихаро-Добрушскага района. Их выявіли ў 2017 годзе ў экспідыцыях Института гісторы Национальной акадэмі навук Беларусі, Гомельскага универсітетэта імя Франциска Скарыны і музея Гомельскага Палацево-Парковага ансамбля. Падобне доследовання на Гомельщине проводять кожны год і окрамя археологаў ў їх прымаўць ўдзіл студенты і волонтёры. Грегорово поле – це вот раскопки нашого музея. Там для нас було удивительно найти целая форма горшков. На поселении, дело в том, что на поселениях на дремі русских Грегорово поле относится к XI веку, целая форма, на огромное количество посуд. То есть мы только в фон музея приняли порядка полтора тысячи фрагментов. И среди всего этого мы удалось собрать целый горшок, который кто-то когда-то в древности поставил, то есть он был целый, и потом под тяжестью грунта просто рухнул. Самой ранней знаходкой у экспозиции стал ляпный горшок милоградской культуры. Пятьдесят экспонатов с Державного музея имя Александра Пушкина можно убачить у картинной галереи Гаурыла Вашченки. Выстава мая назвы Иван Тургенев «Русский европеец». Организация экспозиции стала макшимой дякуючи саденничанию Российского центра навуки и культуры у Гомеле. Выстава одно с ключовых мероприемств у культурно-аддукационного проекта «Великий майстер мовы и стылю», просвеченого 200 год зюзнян роджения Ивана Тургенева. Першыми экспозицию оценили испанцы, затем она отправилась у тур по 12 краинах «Свету». Мэтта выставы показа, что Тургенев был послом русской интеллигенции за мяжой, першим вывел русскую литературу в свет, открыл я ее для европейцев. Менавитайон познайомил их с Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Салтыковым, Шадрыным. Разом с тем он провел и европейскую литературу в Россию. Выставка посвящена 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева. Выставка уже прошла в Минске. Вот сейчас она привезена в Гомель и проходит она в рамках проекта, организованного представительством Россотрудничества Республики Беларусь совместно с Министерством образования Республики Беларусь «Великие мастеры языка и стиля». Здесь 50 экспонатов, 50 картин, которые демонстрируют различные выдержки из произведения Ивана Тургенева, демонстрируют различные вехи из его жизни. У Гомеля завершился чемпионат спорт-товарыства «Динамо» по самообороне. С поборниц вы собрали мацнейших спортсменов из всей краины. 12 команд дельниц представляют силовые структуры, а так само региональные отделения «Динамо». Самооборона один из прикладных видов спорта, який изъявляется базовым преподрыхтовцы супрацовников правоохолных органов. И она включает у себя две дисциплины. В первом туре спортсмены демонстровали боевые приемы обезброевания и затримания. Другий тур боротьба самбо. А дразни не от классичной дисциплины, одно, дозволены удушающие приемы. В чемпионате принимают участие ежегодно лучшие спортсмены Республики Беларусь, которые являются призерами чемпионатов мира Европы. Среди спортсменов в этом году присутствуют заслуженные мастера спорта. По различным видам борьбы это самбо, вольно-греко-римское, дзюдо. Уровень спортсменов с каждым годом растет. Гэты, а так само иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтым наш выпуск завершенный. Добрых вам выходных дзен и до новых сустречу эфиры.